Бескомпромиссный атакующий футбол показали в матче 11-го тура мини-футбольной суперлиги Сыктывкарская новая генерация и Тюмень, забив на двоих 12 мячей. В прошлом туре гости обыграли в Новосибирске местный сибиряк и прибыли в столицу Коми. Это как грозой авторитетов. Но сдаваться без боя амбициозным тюменцам наши футболисты не собирались. Максим Васильев знает итоговый результат. К очному противостоянию в Сыктывкарье новая генерация и Тюмень подошли с неплохой беспроигрышной серией в чемпионате. Поэтому вряд ли болельщики могли опасаться закрытого и осторожного футбола. Так и вышло. Гости начали с места в карьере. Уже на четвертой минуте Андрей Соколов подправил мяч после отскока 0-1. Почти тут же Сыктывкарцы могли сравнять счет, но мяч после удара Талеса предательски приняла на себя крестовина. И все же на десятой минуте статус-кво было восстановлен. После навеса Суглового Виктор Прокушев мощно пробил в створ, а свой Соколов Сыктывкарцев Павел мяч подправил 1-1. Спустя 3 минуты дальний и точный заброс Аксентьевича нашел штрафной хозяев Антошкин. И тот с полуметра расстрелял Кригера. Снова Сыктывкарцы ответили резан. На 17-й минуте Исмаил Гибадуллин замкнул прострел Жоэля. 2-2. Играли в свой футбол. Не опускали руки. Тренер нас поддерживал. Дотерпели, потерпели немножко в защите. Также получилось забить. Быстрые голы. Розыгрыш Чеменского стандарта на 21-й минуте стал для Сыктывкарцев роковым. Батарев с лета отправил мяч в нижний угол. 2-3. Четвертый гол ворота новой генерации вышел почти скандальным. У своей штрафной гости снесли Соколова. Судейский свисток промолчал, а черно-белые провели разящую контратаку, завершил которого Неведров. 2-4 к перерыву. В мини-футболе, тем более в Суперлиге, очень тяжело взломать низкую оборону, грамотную, тем более кто играет, вот как генерации, там еще многие команды. То есть со страховкой, то есть очень тяжело. Поэтому, конечно, лучше, когда мы играем вторым номером, с теми же, например, Динамо, Газпром, когда те играют в атаку, и мы играем на контратаках. Поэтому сегодня было очень тяжело. Ребята, вон, все устали, так давно не уставали. Вторую половину встречи с Сыктывкарцев начали как на крыльях. В течение трех минут они вылели на гостей, можно сказать, тройной ушат холодной воды. Все началось с хитрого дальнего удара Жуэля, Шведой, подправившего мяч аккуратно в угол ворота. Спустя полторы минуты снова сработала связка Прохошев-Соколов, и нападающий хозяев второй свой гол забил почти под копирку первого. И пока гости разбирались, кто прав, кто виноват, желто-синий снова забили. Виктор Сосковец вывел хозяев вперед. 5-4. К сожалению, начало второго тайма, это, можно сказать, кошмар был. Чуть-чуть немножко вышли, не ожидали, что генерация настолько прибавит. Пропустили быстрый гол, и молодые ребята немножко растушевались, немножко у них не пошло. Кардинальный разворот характера матча заставил Евгения Осенцева взять таймаут и серьезно перестроить схему. Тюменцы стали больше владеть мячом, игра постепенно успокоилась. Таким нефорсированным рисунком гости убаюкали септывкарцев и провели два жарящих удара Скорпиона. В начале Лобков остался один на убойной позиции, а спустя три минуты трехходовку, начатую голкипером, мощным ударом завершил Батарев. Септывкарцы выпустили пятого полевого, но Лавров не снискали. Более того, на последних секундах Антошкин издали поразил пустые ворота. В итоге 5-7 победа Тюмени. Тюмень начала играть немножко поактивнее, как бы поддавливала. Все-таки концовка матча. Здесь нужно было, я думаю, немножко больше контролировать мяч. А мы где-то немножко пытались упростить игру. Может быть из-за этого. Поражением от Тюмени септывкарцы серьезно усложнили свои турнирные перспективы. Два следующих матча они проводят дома, но в гости к ним приезжает бронзовый призер чемпионата «Сибиряк», очки у которого отбирать нужно теперь обязательно. Максим Васильев, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрген, Септывкар.